Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пионер. Главная тема выпуска. Раз в тысячу лет в Россию доставили ковчег с мощами святителя Николая. В честь этого события в Самаре прошел крестный ход и молебен. Страшное ДТП в Самаре. Мотоцикл взорвался, столкнувшись с эвакуатором. В Самаре образца 17-го года сто лет спустя. Ночь музеев прошла под знаком революции. Православное торжество всероссийского масштаба. В Москву доставлена рака с мощами святителя Николая. В канун праздника, который в народе называют Никола Весенний, драгоценный груз принесли в храм Христа Спасителя. А сегодня в Самаре верующие тоже отправились на встречу к чудотворцу. Прихожане храма Казанской иконы Божьей Матери прошли крестным ходом до памятника на улице Чкалова. Олег Зверев тоже присоединился к паломникам. К нему обращаются правила веры и образ кротости. Каждый ребенок в России знает, кто такой Николай Чудотворец. Он жил в IV веке, участвовал в разработке христианских догматов, а всенародно любимым стал за свой милосердный нрав и скорую помощь, которая подается по его молитвам. В день памяти святого Николая в каждом православном храме совершают богослужения. А нынешнее торжество, по мнению прихожан, глобального масштаба. Впервые из итальянского баре в Россию доставлена рака с мощами святого. Крестный ход направляется от храма к памятнику в центре Самары. Верующие стят народное предание о том, как святой Николай явился на этом месте, чтобы спасти молодую девушку Зою, которая допустила кощунственное обращение с иконой на пьяной вечеринке. Но, пожалуй, каждый из участников шествия вспоминает свои случаи по молитвам святого. В истории вселенского христианства вряд ли найдется еще один столь же почитаемый в народе чудотворец. Образ святого Николая всегда был в каждой верующей семье. И в царских палатах, и в крестьянских избах. Причем у каждого есть своя семейная история его чудесной помощи. А многие так и говорят, что Пресвятая Троица – это Христос, Богородица и Святитель Николай. Частица мощей святого есть и в Самарском Казанском храме. Во время крестного хода ее выносят, а возле памятника перед святынями совершается праздничный молебен. Многие люди приходят к нам в храм и просят, преподают своих молитвок к святому. И потом приходят и говорят, да, помог нам-то. Вот вроде бы мы даже не ожидали этой помощи, но все равно помог. Святитель Николай всю жизнь нам помогал. И с детства, и я помню эту икону, поскольку у нас она была почему-то единственная. И я ему верила, как я думала, что это сам Бог. Вот так вот, так случилось. И он всю жизнь меня сопутствует и все время мне помогает. В Казанском храме Самары приглашают всех верующих присоединиться к шествию. Крестный ход от церкви до памятника святому Николаю будет совершаться каждый четверг вечером. Олег Зверев, Константин Головин, События. Реконструкция Московского шоссе завершится к концу этого года. Количество полос будет расширено до 10. На боковых проездах будут устроены выделенные полосы для общественного транспорта. Сейчас строятся развязки тоннельного типа на пресечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе и двухуровневая развязка на пресечении Ташкентской Демократической. Ход строительных работ, транспортной инфраструктуры, к Чемпионату мира по футболу проверил губернатор Николай Меркушкин. Глава региона смотрел также, как строят улицу Дальнюю и улицу Арена-2018, трамвайную линию до стадиона Самара-Арена. Напомню, в настоящее время во всех городах региона идет масштабная реконструкция дорожной сети. Всего за последние пять лет на дороге области выделено около 100 миллиардов рублей из бюджета всех уровней. Отремонтировано почти 2000 километров автодорог. Впервые за несколько десятилетий начало строительство новых улиц и мостовых переходов. В страшном ДТП на Московском шоссе погибли водитель мотоцикла и его пассажирка. Трагедия случилась в ночь на субботу. По предварительным данным, примерно в 4 утра в направлении улицы Киевской ехал эвакуатор. Поворачивая на коммунистическую, водитель предположительно нарушил правила очередности и столкнулся с мотоциклом, который тут же отбросило на другой эвакуатор. По словам очевидцев, мотоцикл от сильного удара взорвался, водитель погиб на месте. Пассажирку в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она вскоре скончалась. Сейчас полицейские проводят проверку. Далее, коротко о других событиях дня. РКЦ «Прогресс» заключил контракт с Минобороны на поставку «Союз-2». Ракета-носитель, которую выпускает самарское предприятие, позволяет выводить космические аппараты на всевозможные типы орбит. Запуск «Союз-2» планируют осуществлять с космодрома Плесецк. Спасатели эвакуировали из рождественной пенсионера с внутренним кровотечением. Помощь потребовалась 66-летнему жителю села. Спасательный катер отошел от станции центральной в 8.45. При этом погода была крайне неблагоприятная – сильный дождь и туман. Но уже в 9.40 спасатели доставили пострадавшего пенсионера на станцию и передали его бригаде скорой помощи. В Челновершинском районе зафиксирована вспышка птичьего гриппа. По данным МЧС, геном вируса гриппа А был обнаружен в пробах, взятых в селе Красная Горка, где отмечались случаи гибели кур. Сейчас в Зубовке, Безводовке, Красной Горке, Красном Строителе, Токмакле проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия. По предварительной информации, численность птиц в этих населенных пунктах составляет 6 тысяч голов. В начале июня станет известен подрядчик, который возьмется за снос Дворца Спорта на улице Молодогвардейская. Цена вопроса – почти 76 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик должен разобрать здание, демонтировать чашу бассейна возле Дворца Спорта, коммуникации, снести пять гаражей и спилить четыре дерева. Планируемый срок завершения работ – 31 августа. Областные власти обещают – к весне 2018 года на месте старого ледового дворца построят новый. Крупнейшие газеты Великобритании написали об астрономии Самарской области. Житель Сызрани, Самир Шафики, сообщил об этом на своей странице в одной из социальных сетей. Астроном сделал очень подробную панораму Млечного пути. Фотосъемка проходила в селе Чекалино, Сергиевского района. Всего за ночь было сделано 110 кадров, которые затем Самир Шафики объединил в одно изображение. Это лето Самара проведет спортивно. В городе запланировано десятки соревнований. 17 июня на набережной пройдет праздник, посвященный открытию Кубка Конфедерации. В июле фестиваль «Спортивная Самара», в рамках которого состоится семь футбольных турниров для разных возрастных категорий. Затем уже традиционный турнир «Лето» с футбольным мячом. В нем примут участие спортсмены со всех районов города. С 17 по 23 июля на второй очереди набережной запланировано открытое соревнование по пляжным видам спорта. В программе волейбол, футбол и теннис. С 13 августа в Самаре пройдет первый легкоатлетический марафон на Кубок главы города. Участники побегут дистанцию в 42 километра. Все лето во дворах будут работать больше сотни тренеров-общественников. Глава города Олег Фурсов поручил департаменту спорта проверить состояние всех уличных площадок и, если потребуется, отремонтировать оборудование. Деньги выложены существенно бюджетно. Площадки были подстроены. Сейчас ухода за частью площадок я не наблюдаю. Поэтому, пожалуйста, здесь организуйте соответствующий контроль и уход вместе, подчеркиваю, с главами внутригородских районов. С революционным подходом в Самаре прошла ночь музеев, посвященная главному событию начала 20 века. На 16 городских площадках каждый смог найти развлечение и культурную программу на свой вкус. Вечернее ночное просвещение погрузился и Андрей Горгуленко. Мир, музей, май. Главная тема Самарской ночи музеев в этом году стала революция 1917 года, со времен которой прошло 100 лет. Показать грандиозное событие с разных сторон и приблизить горожан к той эпохе было задачей каждого музея. Мы подумали, как представить революцию сегодня, в 21 веке, той публике, которая придет к нам. И мы подумали, что, скорее всего, состояние связано с предвкушением, чего-то нового, необычного. Главный лейтмотив – это взять почту, телефон и телеграф. Поэтому на нашей площадке сегодня красные лозунги, красно-белые пиксели, телефон, телеграф, который можно собрать, отправить письмо в любую точку мира. Письмо смог отправить и глава города Олег Фурсов, посетивший литературный музей. Зрители в этот вечер рисовали агитплакаты, пытались представить человека будущего. И все это под песни, которые в свое время производили музыкальную революцию. Картина галереи немного выбилась из общей темы музейной ночи, но это по-своему тоже получилось революционно. Здесь главенствовали игры начала 20 века и мастер-классы резьбы по дереву. А самым интересным стал квест по мотивам сказки «Конек, горбунек». Каждый ребенок смог собрать свою версию любимой книги. Мы выбиваемся немножко, наверное, от других музеев, потому что вообще просили делать ночь музеев в этом году, посвященный Октябрьской революцией. Но мы детский музей, поэтому мы стали делать детские площадки. Это, безусловно, день беспокойный для нас, это правда, потому что мы к этому готовимся, получается, достаточно давно. И очень плотно последние несколько дней работаем. Но это, конечно, праздник. В ночь музеев этого года работало 16 площадок. Посетители ждали необычные перформансы, экскурсии, концерты. А для самых пытливых были открыты музейные закрома. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков, Максим Гусев. События. Когда-то здесь была незамерзающая заводь. Из-под земли били семь студенных ключей и жили в заводе семь русалок. Ночами они заманивали путников в пещеры. Однажды святой старец, услышав приманный крик, проклял это место и тотчас пал густой туман. Вот такое романтичное объяснение нашли люди частым туманом в студенном овраге еще в 1955 году. Эту и многие другие истории можно прочесть в книге Павла Покровского. Какие еще тайны скрывает студенный овраг, расскажет Мариана Мирная. Мифами и легендами окутан студенный овраг. Именно здесь когда-то из Волги вылавливали стометровых стерлядей. Здесь же можно собрать заморских ландышей. И здесь же испокон веку жили выдающиеся люди своего времени. На месте, где сейчас находится санаторий Можайский, находилась дача самарского купца Красноярова. Дочка его была больна легочными заболеваниями и он вызвал двух врачей-курортологов из города Баден-Баден. Одного врача звали Альберт Вагнер. Это был старший брат Рихарда Вагнера, который здесь построили, собственно говоря, они первый дом, спланировали участок. Исходя из того, что Роза Ветров, вот именно в локации студенного оврага, она правильная, очень полезная с точки зрения лечебного. Книга «Мой дом. Студенный овраг» выпущена тиражом 500 экземпляров, каждый из которых пронумерован и подписан автором. Всю информацию об этом месте Павел Покровский искал в архивах, а еще внимательно слушал истории местных жителей. Музыковед Наталья Эскина рассказывает небылицы про троглодитов и циклопов, которых можно встретить в Можайском. Идет он на пляж, а с пляжа его навстречу циклоп, как это Коля правильно произнес по-английски, полифэм. Знаете, кто они такие циклопы? Очень большие, один глаз посреди. И тут мне Коля говорит, и мимо меня прошел полифэм. Книги в первую очередь попадут в общественные организации и библиотеки Самарской области. В конце лета Павел Покровский обещает запустить еще один тираж, чтобы издание можно было приобрести в книжных магазинах. Мариана Мирная, Сергей Баскин, События. Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты будут готовы рассказать в следующих выпусках. Реинкарнация героя. Катер, затонувший во время боев в Керченском проливе, восстановлен энтузиастами и вновь идет в Крым. Им сверху видно все. Дворы, чьи жители отличились на субботнике, оснастят системами видеонаблюдения. Где твои крылья, которые нравились мне? Самарский футбольный клуб вылетел из премьер-лиги. Опять. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин